Уважаемые коллеги, здравствуйте! Позвольте представить вам доклад на тему выживаемость рецепиентов и трансплантатов при первой и второй трансплантациях почки в зависимости от типа донора. Расширение критериев пригодности донорских органов является одним из способов обеспечения растущей потребности в трансплантации. Анализ литературы на тему отличий выживаемости рецепиентов и трансплантатов от доноров с расширенными критериями и стандартными донорами дал тему для исследования, поскольку единого мнения научного сообщества нет. Большинство исследователей склоняется к значимым отличиям выживаемости трансплантатов почки от доноров с различными характеристиками, то есть, что результаты выживаемости трансплантатов почки от доноров с расширенными критериями хуже, чем от стандартных доноров. Однако есть и другие публикации. Например, в двух независимых исследованиях в Республике Кореи в 2014 и в 2018 годах были получены данные об отсутствии статистических различий выживаемости рецепиентов и трансплантатов почки, полученных от доноров со стандартными и расширенными критериями. В отечественной литературе мы не нашли подобных проведенных исследований. Наше исследование, проведенное в Институте скорой помощи имени Николая Васильевича Склифосовского, посвящено оценке и сравнению выживаемости рецепиентов и трансплантатов после первой и второй повторной трансплантации почки от стандартных доноров и доноров с расширенными критериями. Донором с расширенными критериями в соответствии с определениями Объединенной сети обмена органов ЮНОС являлся донор старше 60 лет или старше 50 лет с двумя из трех следующих состояний артериальная гипертензия в анамнезе, терминальный уровень креатинина сыворотки крови 1,5 мг на децилитр и выше или смерть в результате нарушения мозгового кровообращения. Задачи исследования включали Определение выживаемости рецепиентов почки в зависимости от типа донора Определение выживаемости рецепиентов после первой и второй трансплантации почки от стандартных доноров Определение выживаемости рецепиентов после первой и второй трансплантации почки от доноров с расширенными критериями Определение выживаемости трансплантатов почек в группах в зависимости от типа донора определение выживаемости почечных трансплантатов от стандартных доноров после первой и второй трансплантаций и определение выживаемости почечных трансплантатов от доноров с расширенными критериями после первой и второй трансплантаций. Исследование было основано на ретроспективном анализе результатов 339 трансплантаций почки, выполненных в Институте Склифосовского с 2007 по 2019 год. И состояние рецепиентов, наблюдающихся в Московском городском научно-практическом центре нефрологии и патологии трансплантированной почки 52-й горбольницы. Из 1316 рецепиентов с первой трансплантации почки была стратифицирована выборка. Мы получили 196 человек. Стратифицировали их по полу, возрасту и типу донорского органа. Рецепиентов с повторной трансплантацией почки было 143 человека. Критериями распределения по группам служил тип донора – стандартный или с расширенными критериями. По подгруппам – порядковое число трансплантации – первая или вторая. Таким образом, первую группу составили рецепиенты почечного трансплантата от стандартных доноров – 245 человек. Вторую группу – от доноров с расширенными критериями – 94 человек. Под группу А 134 человека составили рецепиенты, перенесшие первую трансплантацию почки от доноров со стандартными критериями. Под группу В составили рецепиенты, которые перенесли повторную трансплантацию доноров со стандартными критериями. Под группу С 62 человека составили рецепиенты после первой трансплантации почки от доноров с расширенными критериями. И под группу Д 32 человека – рецепиенты после второй трансплантации почки от доноров с расширенными критериями. Основные характеристики рецепиента в зависимости от типа доноров. По большинству параметров рецепиенты первой и второй групп были сопоставимы. Различия были выявлены в возрасте и массе тела. Так, рецепиенты почки от доноров с расширенными критериями были старше и в большей степени страдали избыточной массой тела, чем пациенты группы 1. Разницы по полу, сенсибилизации, соотношению первых и повторных трансплантаций в группах не было. Характеристика донорского и операционного факторов первой и второй групп. Возраст доноров во второй группе был значимо выше, что логично, так как донором с расширенными критериями по определению являлся донор старше 50-60 лет. Необходимо отметить, что все пациенты получали трехкомпонентную базовую иммуносупрессивную терапию в составе ингибиторов кальцинерина, ингибиторов инозин-монофосфат-дегидрогеназы или ингибиторов пролиферативного сигнала, а также кортикостероиды. Индукционную иммуносупрессивную терапию в большинстве наблюдений составляли химерные моноклональные антитела или лимфоцит-истощающие антитела. В первой группе индукционную терапию получило 207 человек, это 84%, во второй группе 80 человек, это 85%. Выживаемость рецепиентов почки в зависимости от типа донора. Однолетняя выживаемость рецепиентов почки первой группы составила 98%, во второй группе 95%, что статистически не имело различий. Пятилетняя выживаемость рецепиентов почки в первой группе, трансплантация почки от стандартных доноров, была 97,6%, а во второй группе, где трансплантация почки была от доноров с расширенными критериями, пятилетняя выживаемость рецепиентов составила 88%, что говорит о достоверно более низкой пятилетней выживаемости рецепиентов, которым выполнили пересадку почки от доноров с расширенными критериями. Выживаемость рецепиентов почки после первой и второй трансплантации почки от стандартных доноров. Однолетняя выживаемость рецепиентов после первой трансплантации почки от стандартных доноров составила 99%, а после второй трансплантации 97. Статистических отличий мы не наблюдали. Пятилетняя выживаемость рецепиентов от стандартных доноров также была хорошей и составила 99% при первой трансплантации почки и 96% при второй трансплантации почки. Статистических отличий также не наблюдалось. Выживаемость рецепиентов после первой и второй трансплантации почки от доноров с расширенными критериями. Однолетняя выживаемость рецепиентов после первой трансплантации почки от доноров с расширенными критериями составила 96%, после второй трансплантации 94%. Статистических отличий не было. Пятилетняя выживаемость рецепиентов почки от доноров с расширенными критериями при первой трансплантации составила 96%, а вот при второй трансплантации значительно снизилась и составила 74%, что говорит о статистически значимой более худшей пятилетней выживаемости рецепиентов при повторной трансплантации почки от доноров с расширенными критериями. Выживаемость трансплантатов почки в зависимости от типа доноров. А вот здесь появляется четкая статистическая разница уже в однолетней выживаемости трансплантатов. Так, однолетняя выживаемость трансплантатов почки от стандартных доноров составила 94%, а от доноров с расширенными критериями 86%. Пятилетняя выживаемость трансплантатов от стандартных доноров составила 88%, а вот от доноров с расширенными критериями 65%. Таким образом, и однолетняя, и пятилетняя выживаемость трансплантатов почки от доноров с расширенными критериями статистически значимо хуже выживаемости трансплантатов почки от стандартных доноров. Выживаемость почечных трансплантатов от стандартных доноров после первой и второй трансплантации однолетняя выживаемость трансплантатов почки от стандартных доноров при первой трансплантации составила 97 процентов при 2 90 и хотя при 2 трансплантации выживаемость трансплантатов значительно ниже но статистических различий отмечено не было пятилетняя выживаемость трансплантатов почки от стандартных доноров при 1 2 трансплантации были значительно отличный и составили 93% при первой и 81% при второй трансплантации почки. Выживаемость почечных трансплантатов от доноров с расширенными критериями после первой и второй трансплантации. Однолетняя выживаемость трансплантатов почки от доноров с расширенными критериями при первой трансплантации составила 91%, при второй – 75%. Пятилетняя выживаемость трансплантатов почки от доноров с расширенными критериями при первой трансплантации почки составила 78%, при второй – 46%. И в одной и в пятилетней выживаемости трансплантатов были значимые отличия в сравнении с первой и второй трансплантацией. Так можно сделать вывод о том, что пятилетний рубеж выживаемости трансплантатов после второй трансплантации почки от донора с расширенными критериями преодолевают менее 50%. Для лучшего понимания позвольте продемонстрировать сводные таблицы пятилетней выживаемости рецепиентов и трансплантатов почки. Так вы можете увидеть удовлетворительные показания выживаемости рецепиентов после первой и второй трансплантации почки от стандартных доноров и после первой трансплантации почки от доноров с расширенными критериями. Более грустные показатели выживаемости демонстрируют рецепиенты после второй трансплантации почки от доноров с расширенными критериями. Аналогичная ситуация при анализе пятилетней выживаемости трансплантатов почек. Так, неудовлетворительные результаты мы видим в группе рецепиентов повторной трансплантации почки от доноров с расширенными критериями. В заключении хотелось бы сказать, что оценка выживаемости трансплантатов и рецепиентов в нашем исследовании показала, что трансплантация почки от доноров с расширенными критериями имеет удовлетворительные показатели выживаемости трансплантатов и рецепиентов, кроме случаев повторной трансплантации. Для данной категории рецепиентов считаем обоснованным проведение трансплантации почки от стандартных доноров. Спасибо за внимание.